Короче, все, учим бочку. Учим бочку. Гелик мы не будем учить всякую такую херню, короче, если вы это еще не умеете, я не знаю. Какого хера вы вообще-то смотрите. Значит так, ну гелик через голову нужно крутить, да, чтобы делать бочку. И все. Ну и мозгами шевелить немного. Значит так, разбирается с ногами сначала. Главный момент первый. Когда нужно сцеплять ноги? В какой момент? Многие начинают крутить берег, крутят берег, и потом пытаются сцепить ноги. Получается какая-то херня, короче, непонятная. Это неправильно. Ноги нужно сцеплять вот в этот момент. Зашли, и все. И сцепились. Ноги должны сцепляться вот здесь раз. И по возможности вот здесь еще нужно зажимать ноги два. Тогда получается замок, который не разрывается, не будет. Ни вот так нога не будет уходить, не будет никаких разрывов, ничего не будет. Все. Поймали ноги, научились с захода ловить ноги в замок. Все отлично, хорошо. Продолжаем дальше. Второе правило. Коленки. Коленки нельзя сводить никогда вот так. Какой херни не должно быть. Все. Коленки открыты. Примерно можете полежать, это как-то прокачаться, короче. Жопа, вот эта часть, не должна быть на полу никогда. Так. Пару упражнений, чтобы лучше себя чувствовать на бочке. Самое простое, это вот такой рывок. Становимся над головой, замыкаем ноги. И пытаемся как будто сделать бочку. Раз. И выходим опять сюда. Это делаем. Раз. Два. Три. Четыре. Вот. Чтобы так делать, там нужно единственное. Толкаться ногами наверх. То есть, вы заходите с головы вниз, делаете рывок, а вас поднимает опять назад на голову. За счет чего крутится бочка? Во-первых, это инерция, с которой вы заходите, вы задаете себе. Сцепили ноги. И все. Остается делать две вещи. Нужно толкать ногами наверх себе и прокручивать руками. И все. Очень просто, ничего сложного нет. Так. Зашел, сцепил, и поехал. Все должно получиться. Это шляпа. Толкать. Толкать.